Привет, друзья! Компания Apple на вчерашней конференции для разработчиков анонсировала новую AV16 для актуальных iPhone. Система получила множество нововведений и различных функций, от крутого экрана блокировки до возможности сделать из вашего iPhone терминал, который позволит вам принимать платежи. Если хотите узнать подробнее об этих и других нововведениях, то обязательно досмотрите это видео до конца. Вы на канале MyGadget, друзья, и мы начинаем! Первое, с чего начнем, это экран блокировки. Теперь его можно настроить как угодно. Вы можете не только менять фоновый рисунок, но и видоизменять дизайн часов, менять местоположение этого блока, добавить на экран интерактивные виджеты, заставить изображение меняться в зависимости от времени суток или других факторов, либо выбрать вместо заставки анимацию с приложения «Погода». Теперь весь экран – ваш личный гидрометцентр. К примеру, во время грозы iPhone будет показывать удары молний. К слову, стандартных обоев для экрана блокировки станет больше. Появятся анимированные и тематические. Виджеты на экране блокировки впервые стали действительно полезными, как сказал Федерико. Благодаря им вы сможете отслеживать счет спортивного матча, который не можете посмотреть в трансляции, маршрут такси, который вы вызвали, добавить на экран блокировки количество пройденных шагов или сожженных калорий. Теперь не нужно заходить в приложение «Здоровье». Достаточно просто активировать экран, не снимая блокировки, посмотреть на него. Идем дальше. Что касается приложения iMessage, то здесь наконец-то появится ожидаемая и предлагаемая большинством мессенджеров функция – возможность редактировать отправленные сообщения. Кроме того, пользователям дадут возможность отменять отправку сообщений. Обе возможности будут доступны в течение 15 минут после отправки, а восстановить удаленное сообщение можно будет в течение 30 дней. Сделает ли это сервис Apple удобнее? Очевидно, что да. Захотят ли им пользоваться те, кто уже несколько лет плотно сидит в Телеграме, Ватсапе и Вайбере? Ну, конечно же, нет. Тем более, что в стандартных смсках тоже редактирование по понятным причинам работать не будет. Для этого требуется, чтобы послание было отправлено через iMessage. Кроме всего этого, появится и поддержка распознавания речи в текст. Причем, судя по демонстрации, iPhone научится разделять диктуемый текст на абзацы, расставлять знаки припинания и в целом довольно качественно работать с переводом речи в текст. Все это будет как минимум на английском языке. Улучшили и функцию Live Text. Apple расширила возможности этого механизма, и теперь появится возможность взаимодействия с текстом видео, а также поддержка так называемых шорткатов. Шорткаты – это быстрые действия, которые облегчают использование функции распознавания текста. Например, Live Text научился понимать величины. Благодаря этому он поймет, что вы сфотографировали ценник, определит валюту и предложит конвертировать ее в вашу местную валюту. Это тоже очень удобно. Кроме того, теперь режим Live Text ориентирован не только на текст, но и на распознавание других объектов на снимках. Благодаря глубокой интеграции с искусственным интеллектом, он научился видеть отдельные объекты на снимках и даже вырезать их. Вам достаточно просто навести палец на нужный элемент. Допустим, это будет собака, нажать на него и выбрать «Копировать». И вырезанную со снимка собаку можно будет вставить сообщение или в Google. Очень крутая штука. Идем дальше. iPhone научится принимать платежи. Apple перестроила работу NFC-модуля, которым оснащаются фирменные смартфоны компании. И теперь их можно использовать в качестве терминала. Apple уже тестирует новый механизм в некоторых Apple Store, а у пользователей такая возможность появится ближе к концу года. Механизм приема платежей будет работать исключительно на базе ПО. То есть, вам не потребуется дополнительного оборудования, чтобы превратить ваш iPhone в терминал. Правда, работать нововведение на первых порах будет только в США. И непонятно на каких условиях. Возможно, пользователю таки придется подключить бизнес-тариф с платной услугой эквайринга. Сами понимаете, безнал и все такое. По поводу умного дома. Apple не стала уделять много внимания новому протоколу умного дома, который будет поддерживать устройство на iOS 16. И совершенно напрасно. Потому что это суперкрутая новость. Разработкой Matter занимались самые передовые IT-компании мира. Это Google, Apple, Amazon, Яндекс и многие другие. Не очень понятно, на каких правах теперь в проекте участвует российский поисковик и участвует ли он вообще. Однако, их цель была в том, чтобы создать универсальный стандарт для устройств умного дома, которым можно было бы управлять со всех устройств, независимо от производителя, операционной системы и других факторов. То есть, это умный дом здорового человека, как он есть. По факту, Matter делает устройства умного дома кроссплатформенными. Если раньше многие гаджеты Tuya, Xiaomi, Acara и других производителей не поддерживались в HomeKit, то теперь это ограничение будет стерто. Правда, никто не пообещал, что все ограничения будут стерты мгновенно. Нам даже не сказали, что Matter заработает сразу после релиза iOS 16. Поэтому ждем подробностей и надеемся на лучшее. Другого нам все равно не остается. Помимо крупных нововведений, в iOS 16 также есть и мелкие, но чрезвычайно полезные фишки, о которых нельзя не упомянуть. На iOS 16 будет улучшена диктовка, wallet будет поддерживать документы и позволит подтверждать вашу личность онлайн. Правда, работать это будет только в США. Сервис Apple Pay Later позволит оплачивать в рассрочку любые покупки. Новый формат отображения карт в Apple Maps будет работать в 11 новых городах, но, к сожалению, не в России. Будет улучшен навигатор в Apple Maps, тоже пока что только для США. Появится возможность делиться файлами в iCloud через механизм Family Sharing. Также будет улучшена работа CarPlay с поддержкой нескольких экранов. И появится возможность создать отдельную учетную запись для вашего ребенка на одном устройстве. Это все новинки новой iOS 16. Пишите в комментариях, как вам нововведения. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч!